Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня для вас покажу несколько квартир на продажу. Квартира находится в районе Кызыларык. Это мой район, где я живу. Это Мурат Паша, это Анталия. До моря, сразу скажу, до моря здесь ехать примерно 10 минут на машине, 10-15 минут максимум на машине, если есть какая-то пробочка небольшая. Ездят отсюда автобусы до моря, также там на такси можно приехать. До центра, до Марк Анталии, торгового центра буквально 7 минут ехать, пешком полчаса где-то идти примерно. В этом районе у нас есть школы, есть детские сады, есть магазины, спортивный клуб есть, футбольный есть, каратэ есть. В общем, все есть для проживания, то есть если вы планируете переезд на постоянное место жительства, если для отдыха хотите приезжать, если хотите купить просто квартиру, вложиться, например, сдавать ее также можно, то есть есть много разных вариантов. Давайте покажу вам обзор. Покажу квартиру на продаже, находится в районе Гебезли, это Мурат Паша, недалеко от центра, ну буквально 10 минут на машине. В принципе, здесь все такие дома относительно новые, район Гебезли, он сейчас застраивается очень быстро, много старых домов сносят, и, как видите, такой прям вполне неплохой район, он находится рядом с нашим районом, здесь продается квартира 1 плюс 1, с мебелью и газ тоже внутри есть. Сейчас мы зайдем внутрь, посмотрим. Газ тут есть. Квартира на нулевом этаже, 1 плюс 1, сейчас я вам покажу. Здесь газ, как я уже сказала, есть в квартире, она небольшая, ну такая как студия, вот видно, что газ уже есть, только нужно взять абонентский номер, то есть не надо дополнительно ничего покупать, продается квартира полностью с мебелью, то есть, как вы сейчас видите, она так и продается. Кондиционер есть, диван, телевизор, ну вот полностью стол обеденный, в общем, все такое есть. Балкон здесь, балкон в армию? В армию. Балкон здесь, решетка. Удала? Угу. Сейчас посмотрим балкон. Тамам, ачма. Покажу вам так. Тамам, ачма, ачма. Закрыто здесь, видите, на решетке, потому что первый этаж, обычно всегда на первом этаже, ну нулевой этаж, ставят решетки. Здесь вот такой балкон, его можно застеклить, в принципе, и убрать эту решетку. Вот, это уже по желанию. Сейчас покажу вам комнату. Дуркопатма. Здесь душевая кабина. Такая вот. Душ, туалет, раковина, ну такая простенькая. И здесь, собственно, спальня. Маленькая очень квартирка. Совсем прям, ну очень ухоженная, в принципе, все есть. Тут две кровати вместе взвинули, можно отдельно поставить. Очень, конечно, мало места. Шкаф, ну буквально, небольшой сюда влезет. Вот. Ну, вот там, например, для какой-то семейной пары без детей, то вполне неплохой вариант. Либо такой, как большелетний вариант. Либо же для сдачи в аренду, можно ее спокойно сдавать. Я думаю, что будет спрос такой неплохой. Ну, чисто, хорошая, ухоженная квартира. Такой вот вариант сейчас есть в продаже. Следующую квартиру покажу в таком доме. Дому буквально три года примерно. Находится район Козылов-Козыларык. Рядом район Гебезли. Здесь проходит дорога. И здесь проезжают автобусы. До моря можно доехать. Рядышком магазины. 101, BIM, SHOP. Все рядом. В этом доме есть подземная парковка. Квартира 3 плюс 1 на третьем этаже. Сейчас я вам сделаю обзор на эту квартиру. Вход здесь. Покажу подземную парковку. Вот тут находится. Вот такой вот дом. Итак, покажу квартиру внутри. 3 плюс 1 здесь. Давайте сначала начнем. Дому три года. Вот даже конец они расставили. Здесь комната. Ну так, прибраться надо, в принципе. Ремонт, наверное, может быть, косметический сделать. Здесь небольшая комната. На полу ламинат. Вид здесь на соседние дома. Здесь проходит автобус 47-й. Прямо до моря можно доехать. Тут еще одна комната. Газ здесь проведен до двери. То есть скоро он... Ну, не скоро кто здесь будет жить, тот себе может подключить спокойно газ. Здесь зал и балкон. Балкон такой интересный углом как-то сделанный. Рядом магазины есть. А101, Бим, Шокут. Все здесь магазины. Здесь такой вот участок застраиваться, наверное, будет. Здесь дорога. Здесь тоже несколько автобусов здесь ходят. Здесь район Гебезли. Здесь Козеларык. Район. Пойдемте дальше посмотрим. Где старт телевизор висел. Здесь кухня. Кухня небольшая, кстати. Да, очень грязно. Здесь, конечно, убраться надо. Но кухня. Есть. Никакой техники нету, кроме... Там кондиционера я видела. Два кондиционера. Не знаю, их оставляют. Туалет, скорее всего. Но это уже уточнять нужно при покупке. Здесь туалет. Один такой. И здесь еще туалет и душ. Небольшой. Вот кухня, туалет. Здесь маленькие прям, я бы сказала. Но сам коридор огромный. Такая странная немножко планировка квартиры. Вот. Но имеет место быть. Три плюс один. Вот комната. Раз. Два, три, четыре. То есть четырехкомнатная квартира, получается. Такая вот. Расторная, светлая, хорошая. Дуплекс. Четыре плюс один. Большие квартиры. Рядом находится дорога в сторону Марка Анталии. Это центр Анталии. Буквально семь минут на автобусе ехать. Все рядышком. Ну, так как бы районный. Это наш Козеларык. Есть небольшие вот такие вот дома еще до сих пор стоят. Не знаю, когда снесут, не снесут. Непонятно. Вот. Дому три года. Рядом есть детская площадка. Парковка рядом с домом. Пойдемте внутрь, посмотрим квартиру. Газа нет здесь, сразу говорю. Давайте пойдемте внутрь. Сразу меня как-то смутило, что здесь очень маленький коридор. Дверь упирается прям в стенку. Дайте покажу вам тут лестницы. Вот. То есть заходите, тут как-то коридора нету. Здесь комната. Зал. Ну, ремонт здесь нужен тоже, да. Такой прям. Ну, вид хороший, красивый здесь на детскую площадку. Здесь магазин Тахта Корея прям рядышком находится. Базар тоже рядом. Место расположения супер здесь. Вот прям отлично. Здесь большой балкон. Такой вот. Посмотрим с этой стороны. Здесь кухня, наверное, должна быть. Да, здесь кухня. Ну, небольшая, но как бы немаленькая, я бы сказала. Вот тоже выход на балкон. Так, что еще здесь есть? Здесь душ, туалет. Ну, немного, да, такая потрепанная квартира. Ее, в принципе, в порядок привезти. Она будет очень даже хорошая квартира. Здесь еще спальня. Очень много, что-то, комнат тут. Здесь душ. А, душ раковины здесь, да. Просто душ. Такая небольшая. Ну, комнатки маленькие прям такие. Раз, два комната. Три. Три комнаты. Пойдемте наверх поднимемся. Помню, в свое время, уру, мне очень хотел дуплекс. Ну, я не знаю, меня прям смущают вот эти вот лестницы. В принципе. Так, здесь еще куча комнат. Ух ты. Здесь такая прям большая комната. И жарко здесь очень, потому что верхний этаж. Здесь еще одна комната. Здесь кого-то достроено, знаете. Они как будто достроили здесь еще комнату. Здесь две комнаты. Я думал, здесь четыре плюс один. Здесь что-то прям комната, комната, комната. Душ, туалет, еще один. Здесь еще одна комната. Такая вот. И тут выход на балкон. Ага, здесь еще одна комната. А, это тут та же вся комната. Я уже запуталась, сколько тут комнат. Да, это мы видели с той стороны. И здесь такая терраса большая. Здесь можно шашлычки жарить. Но это вот квартира мечта моего мужа. Потому что он хотел дуплекс, чтобы был отдельный такой вот. И вид классный тут. Очень прям хороший. Да, и здесь можно какие-то диваны, столы поставить. Можно навес какой-то сделать. То есть тут, в принципе, уже как хотите. Такой вот интересный вариант. Как вам квартиры, друзья? Пишите комментарии. Обязательно почитаю, посмотрю, что пишите. Какое у вас мнение по квартирам. Цены сейчас уже немножко устаканились. Но, опять-таки, на каждую квартиру есть свой хозяин, который устанавливает цену. Например, у него есть квартира. Он говорит, я хочу продать ее за столько-то. Он ее за столько-то и ждет, когда ее купит. Есть покупатель, которого цена устраивает, либо не устраивает. То есть это уже в зависимости у кого сколько финансов. Кто какую квартиру хочет. Каждый свою квартиру оценивает по-разному. Здесь нет такого, что здесь столько-то квадратов. Она должна стоить столько-то. Нет такого. То есть каждый говорит, что цены, можно сказать, от балды. Вот я захотела продать квартиру, я ее за столько хочу продать. Купят, не купят, это уже второй вопрос. И вот, поэтому, как бы, цены разные. Есть что-то подешевле, есть что-то подороже. Есть дома с бассейнами, есть с охраной. Есть просто дом. Есть, ну, то есть, вообще, очень миллион разных вариантов. Я их также выкладываю у себя в Инстаграме на страничке каждый раз. То есть, когда я снимаю, я туда тоже выкладываю. Можно там посмотреть. Там сториз у меня выходит почаще в видео, чем на Ютубе. Если есть какие-то вопросы, например, вы хотите приобрести, и в этом видео вы не увидели, например, квартиру, которую вы хотите, вы можете мне также написать. Я узнаю у агентства, если какие-то подходящие варианты, обязательно вам их вышлю. При личном обращении на мою почту я вышлю вам мой номер WhatsApp. Вы можете мне на WhatsApp написать. Ну, и в Инстаграме, конечно же, тоже можете написать, если есть какие-то дополнительные вопросы. Все. Спасибо всем за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. Не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.